Идет именно о wellness, о здоровом образе жизни. И меня попросили рассказать именно мое отношение как мужчины, то есть как направление wellness, как здоровый образ жизни действует на мужчин. Вообще, в общем, да, и я как мужчина сегодня буду говорить именно о том, что для меня wellness, что для меня вообще направление, что для меня здоровый образ жизни, как я это вижу, как мы этим живем, как живет наша семья, как живет наша родня, как мы это продвигаем в нашей команде. Поэтому, так скажем так, второй слайд – это фотография. Она еще раз подтверждает наше отношение к Велмусу. Наша команда – одна из немногих во всем мире. Арифлейм была в Геллёсе, в Швеции, и мы очень долго выбивали, скажем так, эту поездку, потому что немногих получалось. И нам удостоилась честь общаться с очень великим человеком – это Стикстен, о котором я немножко подробнее расскажу. Вот вы видите, да, мы с ним на фотографии сидим, он посередине. Это человек-легенда. Вот, поэтому, если говорить вообще о направлении Велмус, что это такое, да, очень много существует обозначений, объяснений, что такое вообще Велмус, да, и вот такие более, скажем так, распространенные, которые – это вообще качество жизни. И мне вот хочется у вас спросить, у всех вы, да, вот напишите, пожалуйста, что для кого здоровый образ жизни, вот как вы это видите. Потому что многие люди, и буквально вчера мы вернулись в обучение, обучение, которое проходит в Беларуси, и сейчас запущен Велмус, знаете, наверное, такая новая программа, Велмус-прокачка. И мы одни из немногих, из 90 с лишним участников, с Анной Козловской, с нашим золотым директором, вошли в полуфинал. И вчера уже было первое обучение в Минске. У нас, скажем так, проводили для нас тренинг, целый день мы обучались, слушали, практически были занятия, задания. И мы обучались, именно тренинг был на тему здорового образа жизни. Поэтому вот к вам ко всем вопрос такой, то, как видит здоровый образ жизни, в чем он заключается. Вот напишите. Ага, Галина, спасибо. Вот самое активное питание, активный образ жизни, правильное питание, умеренные физические нагрузки, правильно. Питание и спорт. Все правильно, молодцы. Все правильно. А здоровый образ жизни, да. Многие говорят, что вот если вести здоровый образ жизни, то будешь очень долго жить. Вот если правильно питаться, заниматься спортом, вести активный образ жизни, да, там, скажем так, не нервничать, и это приведет к долголетию, да. То есть вот человек может прожить очень, скажем так, ну, по сравнению с другими, если люди неправильно питаются, плохо там, не занимаются спортом. То если вот всем этим соответствует, всем вот тем пунктам, которые вы написали, то, да, позитивное мышление, конечно, это обязательно, да, потому что это наше настроение. То тогда человек проживет очень долго. И вот вчера нам развеяли этот миф, потому что, знаете, как сказали, статистику привела Алена. Она, это бизнес-тренер, очень такой титулованный бизнес-тренер. Например, она привела статистику, что на каждую тысячу человек только один долгожитель, да. И в основном, что влияет на наше долголетие, это уже этот ген, который заложен в нас нашими родителями. То есть тот здоровый ген, тот сильный ген, который в нас заложили, в нас заложили наши родители при рождении, то он очень, скажем так, самое большое влияние оказывает именно этот ген на долголетие, именно на возраст жизни, то есть на тот возраст, который мы проживаем. Поэтому, конечно же, здоровье, если мы здоровы, то и выглядим мы красиво, и очень интересно, и тоже уже это статистически заказано, и клинические исследования проводились, что старение, да, это вот что, как появляются дефекты в клетках, да, то есть оно неизбежно, это старение. Но уже сегодня выведен ген, который сегодня уже испытывается, исследуется ген молодости, который вживают сейчас, испытывается, испытания проходят на мышах, на подобных мышках, да, как правило. Поэтому еще его, он будет в виде таблетки какой-то, да, очень интересное исследование, рассказывали нам долго про это, но сам факт в том, что еще не до конца это исследование, оно не закончено, то есть оно еще идет в середине своей стадии, но уже ученые, вот представляете, как двигается развитие здравоохранения, вообще в мире все развивается такими темпами, что уже выведен ген, который отвечает именно за сохранение нашей молодости. Вот, ну, конечно же, сегодня мы будем говорить именно о здоровье, о том, как сохранить, как правильно сохранять, будем говорить о питании и будем говорить, конечно же, вот я вижу, что подключается больше мужчин, да, может быть, кто-то слушает с мужчинами. Вот напишите, пожалуйста, вот, а кто слушает вебинар, кто на сегодняшнем вебинаре не один с мужчинами? Нет, все по одному, да, я вижу, вот, Женя тут поняли, хорошо. Итак, здоровье. От чего зависит наше здоровье? Ну, понятно, что это стресс, это экология, это медицина. И еще один факт, то, что говорят, что, да, ведь медицина очень мало влияет на наше здоровье. Кстати, вот тоже вчера на тренинге мы услышали, что медицина очень сильно шагнула вперед. И если вовремя обращаться, да, вот, не так, как мы привыкли обращаться в самый последний момент, то есть, когда мы уже практически в предсмертном состоянии, что нам уже совсем плохо, что, то есть, уже невозможно там не встать с кровати, что такие боли, только тогда мы вызываем там уже в крайнем случае скорую, мы обращаемся к доктору, звоним там знакомым, начинаем советоваться, да, что нам делать. Так вот, вчера нам сказали, что, и опять же, это были исследования проведены, человек, который обращается на ранней стадии, а человек, который следит за своим здоровьем, хотя бы там раз в год сдает общий анализ крови или два раза в год, раз в полгода, то есть, проходит обследование у докторов, то этот человек подвержен более меньшему, минимальному риску появления каких-то хронических заболеваний. Поэтому за своим здоровьем нужно следить, и следить нужно не тогда, когда уже что-то случилось, а, знаете, как вот мы с молодостью думаем, что нам вот, как вот какой-то контейнер, да, то есть, мы колба такая стеклянная, вот это наш организм, который нам дается здоровью, и потом мы его начинаем растрачивать. И вот, начиная с 25-30 лет, наш организм, да, наше тело говорит, что парень там или девушка хватит уже, дорогая, давай-ка ты, наверное, начинай заниматься, потому что 25-30 лет мы практически там, ну, нет никаких хронических заболеваний, нет никаких-то там серьезных заболеваний. Мы себя очень хорошо чувствуем и говорим, что там многие ребята, молодые девчонки говорят, что вот нам витамины не нужно, да, потому что я и так себя хорошо чувствую, я там высыпаюсь, если-то даже сплю там по 3-4 часа, там, я работаю, я учусь, я еще и в бизнесе там, и ночью могу подработать, и все равно утром я себя хорошо чувствую. Так вот это вот точно так же, как и автомобиль. Знаете, пока автомобиль новый, он у него ничего не ломается, то есть, он практически, вы туда льете или солярку, или бензин, меняете масло, там, по протяжению, то есть, по каким-то километражам, то есть, там, через 10-12 тысяч километров, и практически больше с ним ничего не делается, только садитесь и ездите. Точно так же происходит с нашим организмом. Если не следить, если не следить за здоровьем, начиная уже с молодости, то многие болезни, многие болезни уже обновили, очень сильно обновились, очень сильно омолодились, не то что обновились, а омолодились. И сейчас вот то, что люди говорили раньше, там, не болеет никто, да, там, и рождаемость детей была 90% рождалась здоровых, даже 98% рождалось, только 2% рождалось больных детей, то на сегодняшний день практически только 2% рождается здоровых детей. И это очень страшно, потому что это наше будущее, это наше поколение, которое мы выращиваем, и очень важно уже с детства, и для меня, как для отца, как для родителя, как для мужчин, очень важно то, что как, чем, что кушают наши детки с начала, с начала, то есть с самого рождения. Поэтому, как я уже сказал, что здоровье, и многие тоже писали, вот Оля писала, что крепкое здоровье начинается с правильного питания. И как мы питаемся, да, зависит, опять же, только от нас, от наших семейных каких-то сложившихся традиций, от традиций, которые прививают нам наши родители, от традиций, которые прививаются в наших семьях, да, то есть, и поэтому очень важно смотреть на тарелки, на те продукты, которые мы кушаем, на те продукты, которые мы покупаем, и на содержание всевозможных сейчас очень всяких много появилось в еде, очень много добавок, очень много консервантов. И, конечно же, вот напишите, у кого есть детки, да, вот напишите, пожалуйста, в чате, у кого есть дети. Ну, я думаю, что вот, судя по чату, очень много людей, я знаю, что есть дети, и вот я знаю, что у лидеров, у наших тоже, да, уже совсем другие традиции появляются, я имею в виду в еде, потому что благодаря тому, что в нашу жизнь пришел велнос, очень многие изменили свои блюда, изменили дневной рацион, изменили завтраки, изменили обеды, и это правильно, это тенденция, которая должна быть, должна приживаться, потому что наша даже вот Злата, это наша дочка младшая, она с детства понимает, что те газированные напитки, какие-то там мучные, там еще что-то, да, там колбаса, много мяса, она этого не кушает. Она видит то, что кушаем мы, то, чем мы питаемся, фруктами, овощами, там побольше молочного каких-то, побольше мы постоянно употребляем витамины, постоянно пьем коктейли, супы, еди. И поэтому практически мы здоровы, мы практически вот этими вот болезнями, когда начинаются эпидемии какие-то, гриппы, там ОРВИ, еще что-то, мы практически ими не болеем вообще. Поэтому в чем нуждается наш организм, и вот здесь вот очень много всевозможных белков, жиров, углеводов, витамины, минералы, клетчатка, и обязательно, конечно, вода, потому что всем тем, чем мы наполняем себя, вот все, что здесь привезло, это очень важно. Но на первом месте стоят белки. На первом месте стоят белки, и белки имеют, скажем так, пять функций, которых они несут в себе. И первое, это они, как вот, получается, белки, это те же самые строители. Белки – это строители, то есть из белков строится структура наших клеток, организма. Поэтому очень важно, чтобы строятся мозговые клетки, строится кишечная, строится нервная система. Вот эти вот все клетки наполняются, именно белок строит эти клетки, выступает как строитель. Вторую функцию, которую несут белки, это транспортная функция, то есть они по организму распределяют все вот эти вот микроэлементы. Третья функция белка – это то, что белок ферментирования происходит. То, что мы едим, оно не всегда сразу растворяется и попадает туда, куда нужно. Поэтому белок выступает как фермент, который растворяет все, что мы с вами кушаем. Ну и, конечно же, имеет белок защитную иммунную функцию, которая защищает наши клеточки, защищает очень сильно. И если хватает белка, то человек себя чувствует, человек себя чувствует хорошо, уверенно, здорово. Ну и, конечно же, последняя функция, которая есть у белка, еще такая, скажем так, это ДНК. И вот то, что я говорил про рождение, то, что мы закладываем на подсознание у наших детей с самого детства, с самого начала, еще до рождения. То есть мы, знаешь, как говорится, что белки, да, улучшают здоровье последующего поколения. Поэтому обязательно должны быть в вашей пище белки и правильные белки. Поэтому, если, как вот на этом слайде написано, да, то, что вы думаете, что здоровье, здоровое питание – это дорого, да, то вы забыли посчитать стоимость вашей болезни. Потому что, когда мы начинаем болеть, мы пытаемся, ну, как вот, не знаю, как в детстве, да, детки хотят болеть. Они хотят поболеть, там, не ходить в школу, не ходить в садик, побыть дома. Но как только мы вырастаем, ну, судя вот по тем симптомам, которые вызывают у взрослых, то никто не хочет болеть, не хочется, потому что это болезнь, это, ну, такое состояние, в котором даже не хочется жить, да, хочется вот лежать, и ничего не хочется делать. Апатия, настроение плохое, тратится очень много денег на медикаменты. Поэтому здоровым лучше быть, здоровым, скажем так, безопаснее быть, здоровым и веселее быть, да. И когда ты здоров, ты в хорошем настроении, ты общаешься постоянно, ты что-то можешь делать, строить даже бизнес в нашей компании. Поэтому вот эта вот фотография, она очень дорога мне. На этой фотографии стоит шеф-повар Игелесы, это Мэтт Пол, который для нас, когда мы были в Игелесе, нашей командой, нас ездило 57 человек. Мы проходили обучение, вот я уже говорил, да, у Стига Стена. И Мэтт Пол, это человек, который весил 100, 100, 100, 100, около 150-140 килограмм, он похудел очень много. Вот сейчас вот вы увидели фотографию, какой он сейчас, да. То есть человек, когда попал с очень сильным ожирением, он сам с Америки попал в Швецию и попал именно в центр Игелеса в Швеции, там, где работал Стиг Стена, работает. Вот, поэтому, скажем так, на Мэтт Поле, да, проводили исследование. Это один из таких вот первопроходцев Велнеса, который именно разрабатывался в Игелесе в центре. Вот, и Мэтт Пол выступал как участник этого проекта, исследований, в работе, изучали именно влияние ВМС-коктейля, да, который есть у нас в компании. И поэтому вот человек, это он похудел, он помолодел, скажем так. Это человек, который сейчас является шеф-поваром в Игелесе, и это человек, который готовил вот такой вот вкусный обед, правильный обед. Там есть кухня в Игелесе. И мы всей своей, всей дружной командой, вот, мы кушали, да, думали, что мы все это съедим, но, как мы поняли, что очень сложно это было. Здесь вот так вот выглядела тарелка, все, соус здоровый, это не майонез, сметанный соус. Да, 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 Ирочка, да, да. Вот, поэтому правильное питание, оно одно из залогов того, что вы чувствовать будете всегда-сегда. Здорово, правильно и не болеть. Поэтому, ну, понятно, что ни для кого не секрет, что те фрукты, те овощи, которые мы сегодня покупаем и употребляем в пищу, это уже не те фрукты, которые были 20-30 лет назад. Потому что сегодня это, ну, скажем так, то, что мы кушаем, практически никакой полезности там нет. Есть какие-то минимальные там витамины, минимальные минералы, но за счет применения того, что очень много удробрений химикатами и экология ухудшается. Поэтому все фрукты, овощи очень сильно потеряли в своих качествах. И поэтому, как я говорю, как профессиональный спортсмен, да, что никакие тренировки не перевесят неправильное питание. Вы можете ходить на тренировки, вы можете ходить в фитнес-зал, вы можете заниматься бегом, скандинавской ходьбой, плаванием. Но если вы неправильно питаетесь, если вы не соблюдаете правила какие-то минимальные в питании, то вам это ничем не поможет. И все равно, знаете, как вот кажется, да, что ты поел, там быстренько перекусы вот эти вот, которые там существуют, да, кто работает в офисах, кто работает на государственных каких-то предприятиях. То есть постоянно, потому что сейчас такая контрактная система, и люди практически не имеют возможности нормально поесть, сходить горячее что-то съесть, да, там получается, что обеды или перерывы какие-то 20-30 минут. И, как правило, люди там пьют кофе с шоколадкой, там, или еще часть будет сработана с каким-нибудь. И поэтому вот эти вот привычки, они порождают потом проблемы со здоровьем. Ну и, как я уже сказал, что вот это профессор, это Стикстен, это один из гуру в медицине, это человек, который номинировался на Нобелевскую премию, это человек, который изобрел препараты жизневажные, которые препараты, и не только препараты, но и все скорые помощи сейчас оснащены в Европе аппаратом стена, значит, это который непрямого массажа сердца. Стикстен, это тот человек, который изобрел специальный раствор, в котором органы для имплантации, такие как легкие сердца, переводятся сейчас в любую точку мира, можно переправить именно в этом растворе, раствор Стеном получил название. Это человек, который изобрел тот коктейль, который вообще создавался не для нас, как компания Reflame, это был проект, которым Стикстен поделился с нашим одним из основателей нашей компании, компанией Reflame, Робертом Отклепником, когда у него были проблемы со здоровьем. И Стикстен он проходил реабилитацию в центре, там, где был, работал Стикстен, и он поделился с ним своим видением, что хочет создать такой продукт, который дооперационный процесс тех людей, которые проходят предоперационный процесс, то есть подготовку к операции по пересадке органов легких и сердца, и послеоперационный процесс. Так вот, он говорил, что люди, организм настолько ослаблен, что многие не выдерживали, то есть умирали или до операции, или после. Так вот, Стикстен это один из пяти кардиохирургов, которые практикуют еще сегодня, и это человек, который делает операцию, один из пяти человек, который делает операцию, берется за операцию и делает операцию людям, которым уже более 70 лет. Поэтому, вот он поделился своим таким видением, поделился своим проектом, что он хочет создать такой продукт, и Роберт сказал, что он готов финансировать, готов спонсировать эту программу, и начались исследования более 10 лет. Представляете, более 10 лет назад было запущено и исследовалось вот это вот направление, направление изобретения, создания коктейля Wellness, который получил на Natural Balance. И в итоге, когда был создан этот коктейль, этот создан коктейль был вообще для очень тяжелобольных, и Стикстен заметил улучшение, очень сильное улучшение жизнедеятельности организма тех людей, которые были, скажем так, в предоперационном состоянии, и потом, после операции, люди стали восстанавливаться намного быстрее, намного лучше, стали себя чувствовать, самочувствие их улучшалось каждым днем, и поэтому Стикстен решил испробовать свое изобретение на здоровых людях, проводились эксперименты, проводились исследования в Швеции, проводились исследования на школьниках, проводились исследования на людях, и поэтому это не просто тот продукт, который, вот вы знаете, коммерческий, который попал сразу на полки к нам в аптеки, или там пришел сразу к нам в Белоруссию, нет, это шведы, это был сделан этот продукт в Швеции, как я уже сказал, в центре Эгелиоса, разрабатывался он очень долго, и поэтому с Стиком Стеном вместе работали независимые эксперты в разных областях, коллеги его, и поэтому продукт получил очень широкую, скажем так, такую огласку, что этот продукт очень качественный, очень классный, и Роберт с командой Арифлейм, то есть с командой управления, это люди, которые именно не, как мы с вами, да, консультанты, лидеры, нет, это люди, которые были, работали в Арифлейм, изначально коктейль, когда он был создан и предложен в компанию Арифлейм, то есть где-то в полгода, полгода пили работники Арифлейм, они смотрели на свои результаты, на улучшение здоровья, за этим следил Сикстен, поэтому коктейль попал к нам не сразу, как я уже сказал, да, а очень после долгих исследований, и я уже говорил, что он был сделан в Швеции, но вы знаете, что в Швеции на первом месте стоит безопасность, поэтому очень много людей, знаменитых людей работало именно в команде со Стигом Стеном, и мы с некоторыми из них знакомы лично, это люди, которые тоже нас приветствовали в Эгелесе, вот, и именно один из профессоров, Тор Линдерг, это человек, который был удостоен, скажем так, он сделал портал, на который для здравоохранения Швеции, это детское, он развивает именно детская медицина, детское направление, и Тор Линдерг, Королевство Швеции, правительство Швеции, этот портал у него выкупило и сделало его национальным порталом для здравоохранения Швеции, поэтому это очень классно, это говорит о том, что те продукты, которые, вообще и продукты, и машины, которые делаются в Швеции, это все качественно, это все здорово, это все классно, и очень много сертификатов получила та продукция, которую мы любим, которую мы пьем, и один из самых высоких стандартов качества, это стандарт GMP, и на сегодняшний день продукция Wellness уже производится не только в Швеции, но и производство сейчас было перенесено из Швеции, перенесено было в Германию, в Гамбург, на одну из самых крутых фабрик именно по технологиям, именно по тем стандартам, которым отвечает должна продукция, которая там производится, и в этом году производство уже было переведено еще в более серьезную фабрику, уже переведено именно производство в Англию. Поэтому для нас продукция Wellness это не только для здоровья, и это продукт для того, чтобы мы гордились этим, потому что это компания Reflame, единственная компания из 27, которая на территории Российской Федерации произвела официально клинические исследования в Институте питания и рецеологии Российской Академии медицинских наук. И поэтому все сертификаты эти есть, все сертификаты есть на российском сайте, вы их можете скачать. И, конечно же, мы лично знакомы Ольга Сольгой Николаевной и Григорян. Это ведущий научный сотрудник Российской Академии медицинских наук, кандидат медицинских наук. Это тот человек, который имеет доступ к любым витаминам, к любым коктейлям. Но для себя, как говорит Ольга Николаевна, я выбрала Wellness. Wellness это Reflame, потому что это натурально, потому что это качественно, потому что это Швеция. И это то, что проверено в Российской Академии медицинских наук самой Ольгой Николаевной. У нее тоже была группа, группа людей, на которых проводились исследования. Была группа женщин, которые пили. Это были толстые люди, да, такие с ожирением. И группа людей делили на две части. То есть одна часть употребляла коктейль, да, и была диета низкокалорийной, а вторая часть женщин не употребляла коктейль. Так вот, конечно же, две группы этих женщин, они, конечно же, похудели, но та группа, которая употребляла Wellness, коктейль, очень, скажем так, они заметили очень сильные изменения, потому что в улучшении здоровья, в самом позитивном настроении, вообще отношении к жизни, то есть люди чувствовали себя классно, их уделили правильно, спокойно, четко, по системе. Поэтому коктейли, это те продукты, вообще это продукты уникальные, сейчас существует три вкуса, но это продукты уникальные по самому составу, потому что в составе стикстен смог отделить, и это было его целью, чтобы отделить, знаете, как вот есть в разных, потому что мы не единственная компания, которая имеет у себя в своем активе БАДы, но стикстен задача его была, он хотел отделить белки именно, чтобы было натуральное белковое питание, потому что многие компании у них есть, говорят, у нас там есть все вместе, зачем вам там, вот вам мешать все надо, то есть сначала выпил коктейль, потом выпил витамины, потом отдельно там омега, отдельно там астексантин, потом там можно еще там супы съесть, у нас все в одном пакетике, вот и замешал там и белки, и металлины, и минералы, все вместе, то есть можно выпить, но существует очень много людей у которых есть непереносимость с какими-то витаминами поэтому StixTens именно для этого сделал коктейль для того чтобы были отдельно 3 белка соединил поэтому это уникальное сочетание белков патриинов поэтому для мужчин если нас слушают мужчины я сам лично как профессиональный спортсмен употребляю коктейль уже на протяжении 7 лет и чувствую себя шикарно у меня ну скажем так от употребления коктейля ежедневного и wellness pack то есть я пью это все вместе wellness pack и коктейль ежедневно я восстановился потому что я ушел из спорта из-за того что у меня начались проблемы со здоровьем сейчас я себя чувствую классно и вообще для любого мужика важно чтобы была мужская сила чтобы чувствовал себя классно чтобы с женой не было никаких проблем никаких разногласий ничего поэтому я себя считаю что я чувствую себя классно я здоров играю в баскетбол сейчас мы ведем бизнес и сейчас работаем очень много онлайн очень много путешествуем поэтому wellness pack это незаменимый саше который у меня всегда с собой в любой поездке в любом месте то есть где возможно выпить коктейль мы всегда берем с собой в шейкере поэтому ну как я уже говорил что коктейль это классная замена еде а многие стесняются думают что особенно мужчины там говорят нет что ты там дорогая мне не надо может быть брать с собой коктейль потому что это шейкер это нужно вымешать потом это нужно пить нет я вот мужик мне лучше там выпить кофе там или чай с собой взять здесь бутерброд или мясо да но происходит смотрите что происходит вот человек выпивает или съедает там это кофе там с бутербродом и все равно проходит какой-то промежуток времени там 20-30 минут или появляется сонливость или появляется опять легкое чувство голода так вот когда выпиваете коктейль нормальную порцию коктейля ну мужику можно выпить и две да если хочется очень то можно выпить и две порции ничего страшного там на молоке или на соке или на воде на чем хочется вот но чувство голода вот как мне я не чувствую голодов где-то около полтора-два часа то есть вообще не хочется есть и я это проверял на себе изначально когда только появился коктейль я думал да ну какие-то сказки я мужик спортсмен мне нужно питаться нормально мне нужен нормальный кусок мяса там картошка или макароны или рис там да там салат запить это все нормально нужно там вот я думал что коктейль это какой-то развод что там ничего не будет от него такого не бывает чтобы там можно выпить коктейля и полтора-два часа ты не хочешь есть но первое время да первое время у меня было мне хотелось кушать там 20-30 минут потому что как мне объяснили потом врачи что была перестройка организма организм был зашлакован организм не получал достаточное количество витаминов минералов постоянно потому что кушали непонятно какие-то продукты не было у нас такого вот культуры питания мы покупали не смотрели это сейчас мы стали все умные мы смотрим на этикетку мы смотрим какой состав в продукте что в него входит раньше такого не было но сейчас благодаря тому что появился велос благодаря тому что появилось такое направление здоровый образ жизни мы сейчас тренируемся ходим на скандинавских палках мы занимаемся и ходим и в бассейн с дочкой и гуляем очень много поэтому сейчас организм перестроился и очень классно то что он дает энергию коктейль дает классную энергию насыщение и хватает энергии минимум на 2-3 часа не энергии а именно не хочется кушать вот поэтому даже сама королева Швеции это ну скажем так это человек который вообще независимый какой-то эксперт да то есть очень сложно к чему-то склонить к какой-то компании была приглашена Стигом Стэном и основателем компании Вегелесу и королева Швеции Сильвия сама пробовала коктейль ей очень понравился вот если кто любит клубничный коктейль понравился именно королевой Швеции вот поэтому я просто рекомендую я не могу никого из вас заставить и говорить там да пожалуйста вот пейте пейте коктейль это вам поможет нет человек должен сам себе выбирать что он хочет что ему хочется кушать и вообще привычки какие-то в еде должны определяться именно самим человеком но ну вот немножко еще фактов что в коктейле в качестве источника метриги используются яйца от кур которые выращены на корме это такая уже информация именно уже такая более подробная коктейли кто хочет почитать то все это есть именно на сайтах есть вот wellness просто можете забивать в любом поисковике wellness это и очень много информации там написано конечно же про наши коктейли ну если как я как мужчина да я сначала не понимал качество и свойства этого коктейля как это что действует ну конечно же когда уже потом начали читать изучать wellness потому что очень много людей относятся с запаской к wellness думают что это вот как у нас повелось в белоруссии в россии на постсоветском пространстве что бады это очень плохо что это вообще ругательное слово какое-то но если говорить о тех странах которые продолжительность жизни 70-80-85 лет такие как япония швеция да там норвегия в этих странах бады употребляются ежедневно и практически все население этих стран постоянно постоянно пьет какие-то витаминно-минеральные комплексы и это нормально это нормально потому что я сам употребляю я еще раз скажу что суп когда появился суп я просто влюбился потому что я люблю такие супы пюре и вот эти вот супы которые томатный суп да и спаржевый суп вот кто-то выбирает для себя потому что томатный суп он немножко такой островатый спаржевый суп вообще обалденный очень вкусный можно добавлять туда и гречку можно добавлять чуть-чуть риса с хлебушком с каким-то с намазочкой очень вкусно Это полноценный обед, это правильный обед, это качественный обед. Ну, а потихоньку мы переходим к wellness pack, потому что, как я уже говорил, что для мужчины важно чувствовать себя классно, для мужчины важно быть здоровым, для мужчины важно зарабатывать деньги, приходить домой не уставшим, не падать просто на диван и брать там за пультом и гонять эти каналы с бокалом пива в руки. А для отца, для меня, как для отца, важно приходить домой вечером или в любое время, когда ты приходишь, проводить его с семьей качественно, проводить с детьми, играть с детьми вместе в какие-то игры, общаться. Вот это вот я считаю, что благодаря тому, что появился wellness, энергии стало, ну, не в два, а в три раза больше. И многие говорят, слушайте, как вы все это успеваете, как вы успеваете поехать туда, как вы успеваете провести обучение, как вы успеваете сидеть туда, как вы успеваете, вот у нас послезавтра будет ребрендинг открытия офиса в Витебске, да. Поэтому мы все успеваем и спасибо большое еще раз компании, что она запустила в продажу такие классные продукты. И, конечно же, wellness pack – это уникальный продукт, сочетание и витаминов, и минералов, омега-3, астексантина. Вот такая вот черная капсула, это, знаете, в разных странах называют по-разному, потому что астексантин вообще очень давно его известен и знают его, как, знаете, как говорят в Америке, это таблетка для красоты, таблетка для красоты, да, потому что знаете, что и сама Мадонна употребляет, это ее дневной рацион, ежедневный рацион, Мадонна употребляет астексантин. Это та натуральная капсула, которая нас омолаживает изнутри. В wellness pack входят также две капсулы омега-3, ну и, конечно же, входят витамины и минералы. Это созданные вообще по самым новейшим технологиям витаминные и минералы в комплексе. Это витаминные и минеральные комплексы, которые можно употреблять ежедневно. Не комплексами, как у нас говорят белорусские витамины, нужно пить их 2-3 раза в год, да, какими-то там комплексами, то есть какими-то интервалами, там, весной, там, или зимой, там, перед наступлением зимы, там, нужно получить витамины. Потом, после зимы, опять же, нужно для зимы подготовиться, то есть организм мы готовим типа летом, да, там, кушаем, там, какие-то там овощи, фрукты, там, которые выращивают бабушки, хотя они то же самое покупают и поливают, и дожди идут. Ну, а потом говорят, нужно подготовиться, вот, весной мы начинаем, у нас появляется витаминоз, да, там, какие-то проблемы, там, у женщин, там, может, с ногтями, с волосами начинается выпадение. Так вот, wellness pack – это то изобретение, которое сделали сведу, что те витаминные и минеральные комплексы, в состав которых коют все жизненно важные витамины и минералы, которые нам нужны на протяжении всего дня. Понимаете? И все-таки, вот, смотрите, так интересно, что, ну, для мужчин простой пример, да, когда в машине заканчивается бензин, мы едем на заправку, независимо от того, мы не думаем, а побудем мы еще без бензина пару дней, там, или, там, неделю, там, машина поездит, так, зальем туда какой-нибудь фигни, там, она и так будет ездить, да. Так вот, про наш организм то же самое. Когда у нас не хватает витаминов и минералов, начинается сначала симптомы, знаете, как сначала все снаружи выходит, да, там, какие-то недостатки, там, что-то там, кожа начинает сушить, там, еще что-то, какие-то прыщики появляются, там, волосы начинают выпадать, там, еще что-то, там, да, ты себя чувствовать начинаешь, ломки какие-то появляются. Вот я скажу, что у меня, как у спортсмена, очень сильно были проблемы с суставами уже, потому что баскетбол – это такой вид спорта, контактный вид спорта, постоянно ты прыгаешь, постоянно бегаешь, постоянно падаешь, и были проблемы серьезные с голеностопами, с коленями. Благодаря, когда мы познакомились с Леной, да, первое, то, что она сказала, «О, господи, я не думал, что ты такой больной, то есть инвалид, типа, уже у меня там все хрустело, все трещало, да, вот, представляете, 10 лет назад. Сейчас у меня такого вообще нет, то есть вообще, то есть, ни суставы не болят, нет проблем никаких, там, встать утром нормально, сделать зарядку, пройтись пешком куда-то, погулять, выйти на скандинавских палках, такого нет. Благодаря только, вот именно, вот, благодаря тому, что в сочетании со спортом, с витаминами, я вернулся к нормальной жизни». И очень у многих мужчин, уже тем, кому за 40, рекомендовано постоянно пить омегу-3, потому что омега-3, она очень сильно влияет на наш головной мозг, то есть, улучшает работоспособность головного мозга, на зрение, на кожу, на все. И вот сокращает очень сильно такие, как инфаркты и инсульты, потому что, ну, если уже углубляться немножко, да, там, как это все происходит, да, то есть, идет закупорка, закупорка идет головному... Ой, помогайте мне, напишите там кто-нибудь... Закупариваются вот сосуды, да, и происходит, да, сосуды все правильно, вот, и происходят эти вот такие проблемы потом... Да-да-да, все правильно, сосуды все, молодцы. Вот смотрите, вот кто слушает, сразу написали, вот молодцы, правильно, Ира молодец, Елена, Героника. Да, закупорка сосудов идет головного мозга, так вот омега не дает им закупориваться. Расклинять начинает лучший кровь. Поэтому тем мужчинам, кто после 40, особенно после 40, жизненно важно пить постоянно, постоянно омегу-3. Но лучше всего пить и витамины, и астексантин, и омега-3. Вот. Поэтому wellness pack, опять же, это клинически доказанный эффект. Это те витамины, которые были клинически исследовались, они проводились, опять же, исследования очень сильные, серьезные, долгосрочные. Астексантин – это антиоксидант, самый сильный антиоксидант, сильнее его еще нету. Ну и, конечно, я уже рассказал, да, про то, что про омегу – это то, что жизненно важно для нашего организма. Ну и немножко про стексантин – это, как я уже говорил, что благотворно он влияет на кожу. Это вот можно, знаете, как говорит тот, кто сейчас едет отдыхать в солнечные края, да, потому что, ну, у нас прохладно, и люди сейчас уезжают кто в Египет, кто в Китай, кто в Доминикану, кто куда, короче, кто в Эмираты. Так вот можно говорить тем девчонкам, которые уезжают, говорят, девчонки, вы взяли, и там мужчинам таблетку от солнца. Астексантин – еще таблетка от солнца, да, такое вот классное название, я услышал, что оно влияет очень сильно, это защита от свободных радикалов, то есть, да, которые попадают именно… Да, спасибо, спасибо большое. Вот, поэтому астексантин, опять же, это уникальный продукт, и у нас он вообще уникальный, то есть, такого нет, что еще плюс к астексантину добавлен экстракт черники. Вот, поэтому, ну, многие те, кто уже у нас в компании давно, покупают астексантин для профилактики, для того, когда начинают у кого-то с горлом какие-то проблемы быть, да, начинают там теребить в горле немножко, рассосал таблетку астексантина, рассосал капсулу омеги, и все проблемы уходят. Можно давать деткам, да, и в секрет молодости, да, для нас, для всех, и знаете, что, как говорят, что, если мужчина пьет wellness pack и коктейль, то он выглядит младше своего возраста в среднем где-то на 5 лет. Это мужчина, да, а вот если пьет женщина wellness pack и коктейль, то женщина выглядит моложе в среднем где-то на лет 10 своего возраста. Я сейчас объясню, почему на 10 лет, потому что мужчина не пользуется косметикой, да, такой, как пользуются женщины, там, антивозрастными средствами, косметическими. А мужчина чем он пользуется? Только, в принципе, ну, скажем так, гель для бритья, после бритья, там, да, какая-то бальзам и практически все. Так вот, женщины, все выглядят, те, кто употребляет wellness, все, все женщины, и еще и ухаживают, конечно, за собой, да, комплексные уходы, такие, которые у нас есть в компании. Так вот, все женщины выглядят на минимум на 10 лет моложе. Вот, ну, и, конечно же, уникальны еще тем, тем, что витамины наши, что практически во всех витаминах дневная норма витамина, она практически приближена к 100%. И к чему я это говорю? Просто придите в аптеку, попросите витамины, минеральные комплексы, любые другие, которые там есть, и просто почитайте, вот, на качественных витаминах, на дорогих витаминах, да, я считаю, что wellness – это недорогой продукт, потому что это качественный продукт, и качественный, и никогда не может быть дешевым. Вот, ну, цена-качество, она соответствует. В нашем wellness-пэке именно вот сейчас вот тут идет раскадровка всех витаминов, которые присутствуют в wellness-пэке, и практически вот, практически, большинство витамин – это дневная норма, она приближена к 100%. То есть, вот. Ну, и, как я уже говорил, да, то, что омега – это способствует и зрение укурпляет, улучшает. И, конечно же, у нас есть еще и продукты для деток, да, но именно, кому жидкая омега – это детская омега, да, но капсулированная омега, она, может быть, кому-то неприятна, вкуса омега, там, рыбьего жира, да, но я скажу, что это тот продукт, который соответствует стандартам GMP. Это самый высокий стандарт качества, да, и оно прошло 5-ступенчатую очистку, систему очистки от тяжелых металлов и токсинов, вот. Поэтому это не бычий жир какой-то, а это именно капсулы, сделанные из рыбового желатина. И многие наши уже коллеги, многие наши консультанты, многие партнеры, лидеры уже понимают на 100% пользу от омеги-3, пользу от приема, пользу от того, какие вообще качествами обладает наша омега-3 и какие происходят изменения с аргуманизмом как у деток, так и у взрослых. Ну и, конечно же, большинство людей употребляет не просто людей, но и таких, скажем так, профессионалов в спорте. Это шведская сборная по лыжам, это те люди, и вот смотрите, шведы же не дураки, да, лыжники, в принципе, да, это те люди, которые проходят практически всю подготовку, физическую подготовку, практически все время живут в горах. Они там готовятся, потому что в горах совсем другой воздух разряженный и бихательные, там идут совсем другие системы дыхания, работа дыхания идет. Вот. И шведы, они же не дураки, правильно? Они не кормят их белорусскими витаминами, согласны? А покупают для сборных, заключаются контракты, выбирают для себя самое лучшее, потому что они работают на результат, хотят показать результат в спорте, да, и если, и вот можно проводить прямую параллель даже в нашем бизнесе. Если мы хотим отдаваться полностью бизнесу, если мы хотим работать, если мы хотим жить здоровой жизнью, если мы хотим видеть наших близких и родственников нашей, да, семью нашу здоровой, то, конечно же, мы выбираем для себя, опять же, лучшие витамины, те, которые производятся в Швеции. Вот. Ну, я говорил уже про Мадонну, что в ежедневном своем рационе Мадонна употребляет астоксантин, Ирина Слуцкая, это знаменитая российская фигуристка, вот, да, и в аптеку, кстати, да, в аптеке в Витебске завезли. И в Беларуси вообще все уже появились, и Life Plus, и Wellness Pack появились, и женские, и мужские, поэтому завтра еще целый день нужно ходить в аптеку и покупать, если кто-то чего-то не докупил. Вот. Ну, и, конечно же, многие-многие звезды перешли уже на Wellness, переходят, если кто-то видел программу, которая идет по белорусскому телевидению, там, «Минута спорта», по-моему, или как она там, «Правильный завтрак», ну, целая там серия была программ, так вот в этой программе даже национальная сборная по Беларуси по баскетболу, капитан сборной выступал, то есть он там, был такой ролик снят, как они готовят правильный завтрак, и плюс еще к правильному завтраку, для перекуса, кушают батончики. Вот. Сидрей Руднев – это пятикратный чемпион России, это человек, который стал чемпионом уже после того, как он ушел из спорта, и очень интересная история, потому что это муж одного из лидеров компании Reflame, это человек, который ушел из спорта, он гирьевой спорт, то есть, представляете, какие-то нагрузки человеку уже за 40 лет, и всем уже говорят, «Сережа, там уже пора на пенсию», да? Ну, этот человек, вот посмотрите ролик, просто он, в общем, в ролике на Ютубе, он рассказывает очень классно, да, как он вернулся в спорт, благодаря велносу он ничего не менял в своем рационе, ничего не менял в своем тренировочном процессе, но благодаря велносу его физическая активность, физическая выносливость увеличилась на 30-40-50%, и человек стал уже, там, три раза подряд чемпионом России, там, три раза подряд чемпионом мира, он стал благодаря тому, что он начал пить постоянно в велнос-пеке, коктейли, суп, и разобновил свой тренировочный процесс, такой, как он занимался именно до ухода из большого спорта. Ну, и, конечно же, мне, как отцу, очень важно, чтобы мои дети были здоровые, чтобы мои дети улыбались, смеялись. Очень классно, когда ты приходишь домой, и ты слышишь смех детский, да, это тебя завряжает, это тебя подбадривает, потому что ты понимаешь, что детки здоровы, детки активны, детки себя чувствуют классно, и, конечно же, для меня, как для отца, хочется видеть, как я уже говорил, вот именно мы закладываем в наше будущее поколение то, каким оно будет. И очень важно, я уверен, для каждого из вас, очень важно видеть своих детей здоровыми. Потому что сейчас, ну, непонятно, что происходит с родителями, которые покупают, я не знаю, осознанные суммы, но покупают Кока-Колу, покупают какие-то там чипсы, кириешки, там еще что-то. Вот ребенок, ну, ребенок же это же, когда родился, не ел, правильно. Он же этого не ел, он же этого не просил, когда родился. Он пил материнское молоко, потом смесь какие-то. Почему прививаются такие непонятные, скажем так, в еде какие-то такие, ну, понятно, что это вкусно, да, может быть, это вкусно там один раз, но когда ребенок начинает уже истерить, в каждом из этих продуктов, в Кока-Коле, в чипсах, в кириешках, в всех сладостях, добавлена специальная добавка Ешка, да, которая усилитель вкуса, да, и которая заставляет покупать тебя неосознанно еще, еще, еще больше. Да, неправильные привычки, все правильно. Но благодаря вот этим вот витаминам, нашим витаминам, Wellness Kit, это лучшие витамины, которые представлены для наших деток и в России, и в Беларуси, и на Украине, и в Казахстане. Опять же, это проводились исследования, и наши чемпионами стали витамины Wellness Kit и омега детская, жидкая омега, которую... Да, яд сложится, да, это классно, да. Вот, поэтому я просто вам рекомендую обратить внимание на те привычки, которые вы прививаете своим деткам, те привычки, которые, может быть, вам привили ваши родители. Меняйтесь, пока это не поздно, меняйте свои привычки, потому что... Знаете, как вот мы живем и не задумываемся, да, то есть вот человек живет активной жизнью до 75 лет практически, да. Ну, кто-то может быть чуть больше, кто-то чуть меньше. Но в среднем где-то до 75 лет. Так вот, если отнять тот возраст, который нам уже мы не вернем, да, вот мне уже 40 лет практически, да, вот мне осталось 35 лет прожить активно. И я не хочу провести этих там, дожить там до 65, там, а потом уже там ходить там с палочки, там на скамеечке сидеть, нет. Я хочу быть активным, потому что у меня маленькая дочка, мы хотим еще деток, да. Поэтому благодаря правильным привычкам, благодаря тому, что в нашей жизни появился wellness, мы можем формировать и у себя правильные привычки, и у наших детей. Ну, конечно же, существует программа подписки для тех, кто не знает. Может быть, я повторю, да, вы три каталога подряд покупаете или wellness, или wellness pack, или коктейль, и четвертый вам приходит, не приходит, а вы идете в аптеку и покупаете совершенно, практически бесславно, там идет скидка 95%. То же самое и с детскими витаминами, то же самое и с детской омегой, то же самое и с Life Plus, да. То есть есть такая еще очень классный чемоданчик, я думаю, многие знают, это Life Plus. Это те продукты, которые в Life Plus коробка ходят, и коктейль, и пэк, может быть, Life Plus еще плюс суп идет, да, и коктейль, суп, и пэк. Но стоимость здоровья, я не знаю, правильно это или нет, но я думаю, в среднем это так получается на сегодня, на новые деньги. Это, ну, может быть, 2 рубля в день, это с порция коктейля wellness. Если говорить о сравнении и о том, сколько стоит просто чашка кофе, да, эспрессо, там, стоит, там, практически 20-25 тысяч. Если говорить, там, о каком-то десерте, нормальном десерте, да, то он в среднем стоит, там, 3-4 рубля. Поэтому задумывайтесь, на что вы тратите деньги. Задумывайтесь не только на то, что вы тратите деньги, задумывайтесь, как вы будете себя чувствовать через 5-10 лет, не меняя привычки в еде. Потому что многие вначале писали, что привычки формируются, да, и здоровое, здоровый образ жизни, это самое правильное, это питание. То, что должно быть. Да, это стрессы тоже идут, там, да, потом, там, болезни, да, но здоровый образ жизни формируется наше питание. То, что мы кушаем, да, с какими мы кушаем мыслями, то, как мы кушаем, да, с какими промежутками, интервалами, да. Да, потому что еще бывает такое, что мы кушаем очень быстро, очень быстро, вообще не замечая, что мы едим, потому что у нас ни на что не хватает времени. Так вот, покушать всегда должно быть время. Спокойно, сели семьей, накрыли, покушали. Вот, поэтому стоимость деревьев, здоровье на день для детей вообще стоит вот по копейкам, да, ну, как-то странно даже, да, сейчас не в рублях, а в копейках, то есть омега 75 копеек, витамины 57 копеек. Поэтому просто задумайтесь, что вы покупаете своим деткам. Просто задумайтесь, потому что здоровье деток, как я уже сказал, это наше будущее. И наше будущее, и будущее наших детей. Я вам желаю здоровых пятниц, здорового закрытия каталога. И, конечно же, сейчас я хочу передать слово, буквально через несколько...